Ребята, всем привет! Наверняка уже многие знают об этой интересной истории. Я ехал на машине, которая сломалась посреди Германии, в городе Дрездене. Там были вообще целые приключения. Короче, волей судьбы я застрял в этом городе. Машину нужно ремонтировать. Короче, я записался в ремонт. Сервис работает только завтра. То есть завтра у меня запись в автосервис. И получается, что сегодня целый день есть свободный. И, конечно же, грех просто не сходить в центр города Дрездена, раз уж так получилось. Ну и, конечно же, покажу вам, что там я увидел, что там наснимал. Прямиком из адианского отеля отправляемся в центр Дрездена. Туалет – это вообще отдельная история, на самом деле. В этом китайском номере. Первый – это фейк. Когда ты сидишь в туалете, вроде посмотрел, оглянулся, все нормально, да? Ничего никаких, вроде нету сюрпризов. Но потом такой ты бац тянешь, опа, оказался здесь только вот так вот, один листик. Все, туалетная бумага исчерпана, на первый взгляд. Ну, в общем, такие сюрпризы. И вот этот вот кружок – это просто, особенно вот эта картинка. Это что это вообще значит? Дибо что тебя ждет? Или как это все происходит? Такая капелька вылетает там. Ну, короче, это просто. И вот этот вот зверь. У нас таких, конечно, не продается, но это тоже какой-то шедевр. Ну, говорят, это нормально. Что еще здесь есть? Фен такой обычный. Это вот я. Мои очки, тут все дела. Пасты какие-то непонятные. Вот этот шкафчик – это вообще отдельная история. Он такой бац, а там какая-то ерунда вообще накидана, причем рандомно как-то. Ну, и сам шкафчик, если вам вот так вот весь там отрывается, и причем липкий какой-то. Здесь вроде как все нормально, кроме жалюзи, которая висит не по феншую вообще. Да и шторка вот эта тоже. Как-то тут у них все мега криво. Вид из номера за 40 евро. Ванна. Душ. Ну, в принципе, нормально здесь. Ничего такого. Ну, шампуня нету. Просто какой-то кусок мыла валяется, и все. И антикал. Ну, антикал, понятно, да, для чего. Лампа. Ой. Вот это китайца. Вот же сервис. Ребятушки пришли на остановку. Ждем троллейбус или трамвай. Тут, наверное, трамвай по рельсам ходит. Есть такие расписания. Во сколько, когда ходят, нам нужна двойка. Через 6 минут придет и поедем в центр. Билет стоит 2,40 в одну сторону. Едем в центр. Вот такие вот автоматы. Здесь продаются билеты. Просто вставляешь карточкой, вам можно платить. Все, покупаешь один билет за 2,40 и хватает. Все и на английском есть меню, и на польском, и на чешском. Едем в центр, ребята. Ребятушки приехали в центр. Здесь уже начинаются такие красивые здания. Такие разные скульптуры. Это просто подъемная лестница. Она в каком-то стиле сумасшедшим сделана. И просто памятник. Какая-то классная площадь там. Идем дальше туда. Ну что, ребятушки, мы пришли на какую-то площадь. Это почти самый центр Дрездена. Всякие красивые здания. Здесь интересно, что можно купить кусочки берлинской стены. И большие, и маленькие. И там сертификаты какие-то есть. Прикольная тема для фанатов истории. Ну, в общем, вокруг вот такая вот красота старинная. Наверное, кто знает историю, для них очень интересно эти места посмотреть. У меня это просто красивые здания, где жили, может быть, какие-то королевские семьи. Как-то так я это все вижу. Очень много туристов, очень много русских. Русской речи я вообще тут очень много слышу. Серьезно, каждый второй чуть ли не русский. Вот. Сейчас пойдем туда, поднимемся наверх. Пойдем в какой-то борцовый сад. Но вот эти дома, они очень красивые. Брать вам вдали. Пойдем туда, поднимемся. Пойдем туда, поднимемся. Пойдем туда, поднимемся. Тут, конечно, не башня Гедеминоса. Но очень классный вид. просто эпичная площадь очень красиво народ смотрит кайфует вокруг здания древние старинные средневековые сейчас еще придемся собачка вам какая ну круто конечно красиво сверху вообще на самом деле это все круче смотрится чем снизу снизу этого окружения может это всего тоже неплохо серьезно ребятушки если бы не случай то я бы этой красоты никогда не увидел просто тупо сломалась машина дрездене и вот сейчас у меня за спиной просто нереальная красота генские виды просто так дрезден ты никогда не поедешь берлин париж но дрезден это последнее дело вот тут вот так вот просто повезло просто довелось все вот это вот увидеть значит красота находится погода правда такая немножко ветрено но на самом деле не жарко вот пойдем дальше искать еще что-нибудь красивое немножко еще вида снизу то я вон там он стоял оттуда снимал сейчас спустились вот это вот часовня или что тут было нафига народу много самое красивое место сады где прогуливались короли герцоги и всякие важные люди находимся на этой главной шоппинг аллеи где все известны самые бренды левис макдональдс зара и чем м тики макс ну и прочая фигня но она не очень-то и приметная там тоже ларьки он всякие стоят там он торговый центр который я уже показывал с надписью бешка отели все люди ходят шопятся в основном здесь молодежь гуляет потому что если пойти по городу там одни такие пожилые люди в общем а здесь вся молодежь все в общем развлечение основное как в англии в германии шопинг что еще люди основном делают деньги тратить ребятушки закончился на шопинг в общем так погуляли просто по магазам время убили потому что был день но вот я стою я здесь в центре и просто кое-что понял я не вижу ни одну девушку в платье ни одну несмотря конечно такую погоду но погода была реально классной всех один стиль примерно вот такой вот спортивный все девушки ходят просто шортики максимум у девушки все остальные в джинсах абсолютно все вон и тоже идет группа людей вон идут девушки в общем серьезно ни одной девушки в платье нет ни одной не в пальтишке там не в юбке ничего подобного все в джинсах и это немножко расстраивает потому что куда делась эта женственность а ну вон идет единственная какая-то в юбке и то непонятно это не платье ну да может платье там но вот единственная да китаянка это какая-то вот а сколько я здесь стою она уже полчаса все вот в каких-то штанах там в лосинах в джинсах но ни одной нет девушки в платье для меня это просто шок куда делись все настоящие девушки просто печаль ребята вот как выглядит торговая площадь стоят всякие ларьки ярмарка типа аля у них тут называется торговая площадь там фонтан какой-то поющий вот мини колесо обозрения для детей уже все вот такие вот остановки там вас ждет и взяли билет и поедем домой принципе мы побывали в центре дрездена прогулялись здесь я уверен если идти пешком от нашего места 10 километров было бы намного круче виды а